Автогонкам зима не помеха, даже наоборот. В субботу самые отчаянные гонщики соревновались в скорости и умении управлять автомобилем прямо на льду. Гоночной трассой стал замерзший пруд. Поучаствовать смог любой желающий, вне зависимости от степени подготовленности автомобиля. У нас получается 4 класса, это стандарт, это совершенно абсолютно стандартные автомобили. Класс тюнинг, это автомобили с легкими доработками. Класс спорт, это автомобили с доработками, плюс у них еще идет отдельная резина с высоким шипом и полный привод. 5, 4, 3, 2, 1, пошел. Гонщики в каждом заезде стартуют по одному, с интервалом в 20 секунд. Преодолеть предстоит по два круга. По извилистой ледяной трассе победителем станет авто с лучшим временем финиша. По асфальту, да еще и по прямой любой сможет. Но вот сохранить контроль над автомобилем на льду, на трассе с крутыми поворотами, даже на полноприводном автомобиле задача не из легких. Здесь, в отличие от обычного спринта, практически все решает именно мастерство водителя, а не характеристики машины. Суть этих мероприятий, так скажем, для того, чтобы в первую очередь привить молодежи данное направление автомобильного спорта, для того, чтобы у них не было желания гонять на улицах в ночное и дневное время, подвергать свои и жизни других участников движения опасности. Потом отдельная атмосфера общения, получения каких-то положительных эмоций, опыта вождения. У езды по льду своя специфика. Чем автомобиль тяжелее, тем больше его заносит на крутых поворотах. Тем лучше водитель должен чувствовать свою машину. Для матерых гонщиков ледовый рейсинг – это еще один повод посоревноваться в мастерстве вождения. Для непрофессиональных – возможность потренировать навыки, которые вполне пригодятся и на обычных, зимних, ивановских дорогах. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.